Субтитры делал DimaTorzok 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 не сможет. Ничего, ничего, сможет. Главное, втянуться, как говорится, войти во вкус. В роли китайского императора в далеком прошлом номинант премии «Золотая маска», в неналеком будущем народный артист России, в чем уверены все слышавшие, как он поет Фрэнка Синатру, Игорь Томилов. Да, уже началось. Я еще не готов. В роли очень тяжелый, один костюм килограмм сорок. Я скоро. Вот так, Вал, идите, идите, Томилов, готовьтесь. Я предупреждал, да, одни, одним надо в коричневый образ, а другим в костюм. Вот он, безнравственный мой. А в роли ужасной, ховарной, ой, противной принцессы Туранод прекрасная Мария Молчанова. Не хочется спросить, а в роли кто-то в своей роли от себя или от образа. И сейчас, вернятно, на ерунку. Мария Молчанова работает исключительно по системе Станиславского и в своей роли идет исключительно от себя. А в роли Молчанова Молчанова, Молчановского принца Калаха, а ныне персиянин Хасан проживает в Пекине, содержит жену, которая содержит его и гостиницу, а также потерит у Зеливу, между прочим, служанку принцессы Туранод. С этой запутанной биографией мог справиться только заслуженный артист России Георгий Мушеев! Я занят в первой сцене, потом я жену потерял. А чью жену? Хасана, Бараха или все-таки Мушеева, а? Хотя это гостиница в Пекине, в Скилина, но у Денирова скачет желтый, рептинга, а такое вот она, актриса Людмила Горниенко! Слава Богу, Махна! Чирокой души человек, каждого она обогреет, всякого приголубит. Да, уважаемая публика, если мало ли кому вдруг ночевать негде, то добро пожаловать к Людмиле домой! А в роли! В буржанке, а также лучшей подруге принцессы Куранглот актриса Наталья Шестакова! В Куранглот есть еще одна подруга, Адельма, я по секрету вам скажу, бывшая принцесса в Карасана, в том-то вся вещь штука, что принц Халал прибыл в Пекин не просто там, а для того, что... О, Халаля! А может ты всю пьезу расскажешь, А мы потом перекурим? Да. Дай мне обидно пленоваться на прекрасную Елену Маланчук! Ах! Вот такой у меня сираль! Будь еще его представительница! Ну, все, все, идите уже, девочки, идите, не смущайте публику своим присутствием. В зале Ермахов, нет! И на сцене тоже! Так, а мне сабарканского принца выводили? Зачем? Я уже козлят в самом начале спектакля. Давайте лучше полюбуемся на его учителя Исмаила. Его сегодня сыграет самый-самый-самый-самый-самый высокий, самым-самым низким голосом артист нашего театра Михаил Ивсюхов! Ну что, Мишенька, сегодня спеть сказали? А вот сегодня не смогу. Ну, спойте, спойте. Я ведь тоже пробовал узнает роль, а не смог. Да, мы посмотрим. Мы посмотрим и послушаем. Мы все посмотрим. Дорогая наша публика, дамы и господа, господа и дамы, сегодня мы сыграем, станцуем и встаем сказку Карла Гоцель и Диитали сагатка Туран до Мэйвин Чайна! А что-нибудь наше российское будет? Конечно! Музыка Made in Russia Владимир Назаров! Сиди! Сиди! А мы будем петь! А-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка А-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка! Сегодня мы с вами попробуем сами понять, что в театр влечет, на сцене кривляки, а в зале зеваки, все в общем хороший народ! Но этого мало, и сердце устало От старых и новых забот А выбора нету, хватайте билеты Театр разлуги спасет А мы бубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубуб Руками, словами, прыжками Вообще всем умением своим И если вам мало И сердце устало Еще и еще повторим Анну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Сидеть! Анну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Молчать! А мы будем петь А-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Также танцевать И цепи любые порвать Бо! Аплодисменты 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 Дочь царя меня жалела, и я сказал бы, это было больше, чем просто жалость. Зор ее как будто угадал, что я рожден не тем, каким казался. Брат Адельмы отправился в Пекин, и здесь погиб при странных обстоятельствах. Отец Адельмы объявил войну альдовому правителю Китая, но проиграл в сражении и был убит. А дочь его, Адельма, попала в плен. Пришлось и нам с отцом опять бежать. Я не посмел объясниться Адельме в любви. Ах, почему утаила я чувства свои? Я был слугой, и отказ пережить бы не смог. О, почему я запомнила этот урок. Я этот ласковый взгляд позабыть не могу. Облик волшебный я в сердце своем берегу. Чувствую нам суждено скоро встретиться вновь. Откроюсь я ей, откроюсь ему, о, как же прекрасна любовь. Откроюсь я ей, откроюсь ему, о, как же прекрасна любовь. Освобожу из неволи Адельму мою. Бедный рабынь его еще больше люблю. Адельма 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 Я вижу вас в одежде достойный принца, что наконец судьба вам улыбнулась. Наверно так. У князя одного однажды пропал любимый сокол. Я его поймал, явился князю. Он в благодарность мне подарил коня одежду кошелек. Отца он поместил в приют для бедных. Там легче неприметным быть. Я угнил старика. Сказал, иду искать Адельму. Где вы остановились? Добрая хозяйка вон той гостинице устроила меня. А я там постоянный-постоянец. И та хозяйка моя жена. Твоя жена? Прекрасное начало. Пойду всклину, что там за люди. Все возбуждены, шумят, волнуются. Какой это праздник? Постойте, принц! Местные китайцы народ особый. Их рисом не корми, дай посмотреть на казнь. Здесь это дело любят. Чуть что не так сказал, пожалуйте наплаку. Что такое? Местный колорит. Прекрасный юноша взойдет на эшафот. А в чем его вина? Влюбился. А что, в Китае это преступление? Я говорю вам, жуткие паряки. Дочь императора, принцессы Турангод, красавица такая, мир не видел. И дайте боги не увидят. Она причина возбуждения. Ты помнишь, я тебя учил, что мир спасется красотой, но только не в Китае. Многие цари принцессы сватались напрасно. Турандот им отказала. Тогда отец не выдержал, сказал. Великая китайская стена вот-вот падет под натиском соседей, обиженных тобой. Мне это надоело. За первого попавшегося принца тебя отдам. Гадюка заболела. Пережала при смерти и так сказала. Мне час назад об этом рассказала твоя жена. Принцесса пожелала, чтобы отец оповестил указом, Что свататься к ней может всякий, в чьих жилах царственная кровь. Но с тем, что в заседании дивана У нас с ногайцев эта дума Она предложит три загадки. И если он их отгадает, то тот час Ведут обоих под венец. И если нет, не обессудьте. Кто проиграл, зайдет на эшафор. Мол, дураков в стране своих хватает, лишних нам не надо. Но ни один безумный принц, конечно, здесь не появился. Так считайте, сколько флагов, столько и голов несчастных принцев. Три, четыре, двадцать. Копия. Да разве можно быть таким глупцом, чтобы расстаться жизнью? Из-за чего не вижу смысла. И никто не видит, пока не взглянет на портрет принцессы. А взглянет и не видит смысла. В чем раньше видел смысл? Но это глупость. Бред! Сошлись. Глядеть, как будет обезглавлен царевич Самаркандский. Интеллигентный, миловидный и любезный принца. Пекин еще не знал. А злодейка рада! Все. Свершилась казнь. Для меня загадка. Как природа могла такую женщину создать? Смогла. Немало потрудилась. И пяти минут довольно. Подобные чудовища бывают назад, я слышал. И вдруг среди китайцев? Вон, друг мой, из моих идет в слезах. Коллега мой! Несчастный воспитатель казненного царевича. Мой друг. Его не стало. Ну как ты допустил? Зачем меня напрягаешь? Я свой долг исполнил. А он, он никого не слушал. Звучит песня. 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 Продолжение следует... 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 Ну вот, еще один заграничный принц явился, желающий, чтобы ему отрубили голову. Чем она ему помешала? Ну, вы, болваны китайские, давайте готовьте залу для торжественных приемов его императорского. Величества, ее императорского высочества. Ну что, встали. Трон где? Трон где для императора? Бауцу, где? Бауцу, давайте быстрее. Ну, шевелитесь, Рокки. Давайте, 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 давайте. А второй где? Второй где Бауцу, где для принцессы? Диаба Бауцу, где Бауцу? Давайте, 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 шевелитесь, ну, ну, картинку, картинку давайте, давайте. Коза у вас. Что? Коза. Опять? Опять и быстро. Опять, кролы, опять, кролы, опять, мудрецы? Стран. Хамди! Это тиран по-китайски. Тиран! Я ну, хоть бы раз дал отдохнуть по-человечески, на родину съездить итальянских девок, тупик, 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 повидать. Император все думает, что найдется такой продвинутый принц, который отгадает загадки его точно, и она выйдет замуж и стаканится. Да, ну, где ему взяться, от этого принца? Принца что все? Выросли на готовеньках. А ни у одного, ни у одного высшего образования нету. Не, ну, дипломов-то у них куча. Заргону окопчили в Московском университете журналистику, будь она не ладно изучать. Ага, дипломы-то у них у всех купленные. Где им загадку женщин отгадать? Да еще восточных, а? А женщины везде одинаковые. Что здесь? Что в Италии? А если загадку загадает... Деши Пробола! КОНЕЦ КОНЕЦ Да, Коля, живо, верные мои, терпеть мне эту муку. Едва свершились погребальные обряды над бедным прахом молодого принца, Что прибыл к нам из Самарканда с похвальной мыслью жениться, Как новый прибыл с тем же самым. Когда конец влюбленных в уроках? Из вас. О, мудрые, никто не скажет. В моей беде Советам не поможет. Ваше Меличество! Человечный вы наш человек! Абсолют нравственности! Я, как канцлер, готов предоставить слово начальнику Едвуха Трубантина! Спасибо, друзья! Спасибо! Спасибо, друзья! Ваше Величество! Я не готов! Так, как ваш личный секретарь, Пантелония! Дорогое Моё! Драгоценное Моё! Ваше Величество! Белый рыцарь наш! Спаситель дорогого Отечества! Надёжа наша! Надёжа наша и опора! Стерх наш! Длиннокрылый! Тигр вы наш! Полосатый! Я, как глава вашего... Серки... Серки... Никак не могу запомнить, как это по-китайски... Секретариатом! Ответственно заявляю, что кроме вас, эту проблему решить некому. Светлая вы наша головушка. Как начальник стража предлагаю взять по 150 и все проблемы по-другому снимет. Понимаю способ старый, но проверенный. Не раз выручал, где или нет, ваш китайский город. Спасибо вам, судяки мои. Служу великому Китаю. Вы очень помогли. Великий канцлер. Вы успели посетить несчастного безумца? А! А! Да! Успел! Он помещен в капсульную гостиницу, которая отводится всем приезжим принцам. Чтоб, как говорится, не рыпнулся и даже не туты и не сюды. Или не туты и не сюды. А! 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 Это же не одна журналюга продажная. С вопросами своими дурацкими. Что будет с принцем, если он не отгадает загадок принцессы? И как у нас кормят перед кахнею? Кормят у нас хорошо! Какой молоденький. Какой хорошенький. Стройненький. Не вы, принц. У меня прямо-таки сердце разрывается. Так я представлю, что он прибыл сюда, в Китай. В страну, славящуюся своим гостеприимством. Как вы верно заметили в вашем последнем обращении к китайскому народу. И в высочайшем мире культурой. Как вы верно заметите в вашем следующем обращении к китайскому народу. Он прибыл сюда на убой, словно козел какой-то в очках. Никак нет в очках был тот из Самарканда. О скорбь невыразимая! Скажите, принесены ли в жертвы, чтобы небо несчастному внушило прозорливостью распутал темные загадки моей свирепой дочери? Дорогое мое, драгоценное мое, ваше величество. Величество, жертвенного скота! Как и прошлое, как и позапрошлое, как и позапрошлое, было достаточно. Так сейчас помню, сто молодых бычков принесены в жертву великому небу с трюферами в кисло-сладком соусе. И сто двадцать овец великобретному солнцу в красном вине Бокарске. И сто двадцать свиней в сесильной луне на вертили с яблоками. Таким образом, все жертвы богами были благосклонно приняты. Да что долго-то? Флажков-то гляньте! Вон оскольк! А неужели же напраски наши жертвы и боги равнодушны к нашим венам? Пора кончать с капризом, дочки, а то уж я дошел до точки. Не разберетесь с ними сами, уволим всех, пеняйте сами. У вас за это лето перерасход по жертвам, а результатов нету, что можете сказать? Мы честные ребята, но мы не виноваты, что боги глуховаты и плохо слышат нас. Здесь все питанцы и подшиты, ворога мы по копытам. Все наши мысли о работе... Воняться до сих пор жуетесь. Пойду проверю лично, как там пельцы. Отлично! Вернее, как обычно, чего на них смотреть. Они рога остались, да мы проворовались. А молодому принцу грозит сегодня смерть. Ведь гневаются боги, когда до них чертони. Чертони не доходят, у них опасно красть. Вот у народа можно, но только осторожно, а то узнает пресса и будет креветать. Вот у народа можно, но только осторожно, а то узнает пресса и будет креветать. А вот если вы приедете в Сочи, то увидите, что как минимум, как минимум еще не все разбоговано. Ну что же делать? Пригласите принца. Пригласите принца! Пригласите принца! Пригласите принца! Пригласите! Давайте все девушки, три-четыре! Принц! Ты где? Ну как бы никогда не придет, смотрите как надо. Принц в студию! А я за принцессой в Сираль. Попробую обговорить его. Я прошу вас, мудрицы Ивана, и вас, министры верные, помочь мне, тогда страдание речь мою прервет. А! Сигнал! Ваше величество, дорогое мое! Драгоценное мое, Ваше величество! Опыт у нас достаточно! Мы консультировали много разных монархов. И в Афиобии консультировали, и в Сирии консультировали, и в Египте два раза консультировали, и в Киеве тоже консультировали. Делать, говорим, надо так-то и так-то, бах-то надо выпускать, а то он улопнет терпение народное. Моглим тебе всякой пользы! Он говорит, да пошел-то, радикал! Вот и вся консультация. Так что, и этот стрим не будет нас слушать, а Тацан будет перенесать горло, как пинчу. А я не согласен! Да! Я не согласен! Я не согласен, Ваше величество! Я всегда практически нахожусь в оппозиции. Я забыл, что хотел сказать, но это не важно. Я считаю, что каждый на своем месте должен выполнять каждое ваше решение! Да! Вот, как вы так себе представляете? Да взять хотя бы меня! Вот, Ваше величество! Возьмите меня! Я солдат! Абицент! Генерал! И я даже не пытаюсь разгадать загадок женщин! Я по-другому с ними обычно! Решать смирно! И весь разговор! Нет! А куда же ему, мол, это особо! А вот, кстати, он! Встань, смелый юноша! Какой красавец! А дурак! И откуда? Кто твой папа? Государь! Позвольте себя не называть! Но как ты можешь, скрыв свое рождение, рассчитывать на брак с принцессой? Я принц! И если угодно не Бог, чтоб умер я, мое рождение, положение и имя в свое последнее мгновение вам открою! Какое благородство выражено! Где жаль, милок? А-а-а! Не пососать ли нам стрепсов? Это сигнал! Сигнал! Послушайте, молодой человек! Ваша высочница! Ну и что думаешь, сегодня здесь поголовки погладят? Да мне здесь снесут! Это ж росток, дело тонкое! Ну для них обидели! Наоборот, все! Натыкные! Сложки! Казал, бы дело ясное! Ну что он сейчас за охота являет сюдан на убойство, он разнул! Видишь, он наверняка, чтоб потом о вас вспоминали, криндели, какой были таланты, любви прицепляли, ну и так далее! Вы тихие пишите! Можете отвечать, под глазом вижу, что пишите! Потом прочтём все ваши стихи, опубликуем, после того, как вас не станет, и памятниками ставим все сквер вокруг китайских сыновей! Оно вам надо! Вы понимаете, куда вам приехали, а? Вы же в Китай приехали, здесь на каждом шагу сплошные загадки! Чем быть, что делать и кто виноват! Он, а приезжали тут, и кто такой? Давай, до свидания! Ну ты пойми, что принцесса загадает тебе такие три загадки, что даже мы с такими зарплатами, что даже тебе и не снились, 15 тысяч рублей и до, не можем себе позволить этого отгадать, пока император не объяснил! Это он сам-то дурак, дураком, вот смотри! Правильно ли мы слышим? Подвискиваем! Старик! Не говори мне там лекция! Я шашку смерти или турандот! Вот ты залагин! Турандот, турандот! Тебе нормальным китайским сыном сказали, уйдеть! Вы не случайны, когда мы с вами присутствовали! У него не поспал турандов! Не пейся в руки, полоком не хранится! Ааааа! Аааа! Аааа! Я понимаю, что если бы турандот была единственной женщиной на всей земле, там вот смотри Баб, там он с боком, полный сад! Не пытай я китай с тобой! Давай, надо снились! Давай, снились, давай! Снились, смотри! Снились, сразу реагируешь! Вот, смотри, улыбается! Да, ты пойми своей дуракской головой, что это значит ее лишиться! Аааа! Не теряйте время, не старайтесь! Я жажду смерти или турандот! Аааа! О боги! Вы сами видите его упорство! Я умываю руки! Аааа! Сейчас умываю руки! Аааа! Аааа! Принцессу просить пожаловать и новой жертвой пусть усладится! Принцессу в диван! 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 Принцессу в студию! Вот такой у меня сираль! Кто сей храбрец, что льстит в себе надеждой проникнуть в смысл моих загадок? Кто хочет голову за это положить? Я Турангольд, мой древний род, царями славным веселён. Но цариц красивых лиц ещё не видел этот трон. Будьте лишь женой и дружкою мужской, Я недостойно для себя считаю моей судьбой. Мне дам, где и мой лупцы с твоей головой, Но я сводьбы слышать не желаю. Но я сводьбы слышать не желаю. В гостинии жду, но на виду пришёл ещё один жених. Они сильней, но я умней иначе, как спастись одни. Я не хочу добавить в палочу, Хлопот по выполнению указа. Но как мне быть? Должна я победить? Должна я победить, Пусть сохранить спокойный вид, И с трепетом ждать следующего рада, И с трепетом ждать следующего рада. И с трепетом ждать следующего рада. А это вам не жаль, как странно. Ой, а загадайте три лёгкие загадки. Наоборот, ты сам их думал. Не может быть! Ведь это он в моём дворце работал как невольник, А я, царевна, не могла ему признаться, Что он мне нравился. Ты посмотри, какой он красавчик, А не глупый, И вполне достоин, Чтобы ты взяла его в мужья. Муж должен быть крупней жены, А вдруг он раскатает твои загадки, Тебе хозяйками надо не бывать. Но отступись от испытаний, Не дерзай родительское сердце, Вновь проливай кровь в влюблённых турачков. Принц, говорят, что я жестокая. Это ложь. Я ненавижу вообще мужчин. Я свободна и хочу свободной оставаться. Я готова унизиться до просьбы. Откажитесь от испытаний, принц. Пока не поздно. Если бы имел я не одну, а сотню тысяч жизней, Я все бы их за вас принёс на плах, ради тебя. О, загадайте. О, загадайте три лёгкие загадки. Зачем мне не принцесса, а служанка? Зачем мне не принцесса, а служанка? Зачем мне не принцесса? О, какой он хороший, если бы он был мой! Зачем не знала я тогда, что он принц? Теперь же я с Амаровой не стану. О, мудрая пинцесса, отмените испытание. А после будут говорить, что я сдалась. Готовься к испытанию, дерзкий. Принц, милый, отступись. К чему не нужны слова? Я жду. По протоколу нужно огласить указ. И это будет в двадцать первый раз. Очко, ты понял? Да. Не передумал? Нет. Тогда я пас. Любовь, в чьих жилах кровь царей струнится, И хорби при этом создаёт, К законной дочери моей, пока девиц. Известный в мире, как принцесса Турантон, Тот может стать ей мужем, Если сможет в присутствии дивана и моём, Ответы дать на три загадки. Тот, бумагами-то немного мозгом, И кто хоть раз в ответе оживётся, Простится со своей головой. Что тут же делать, бумаги-то принёсся, Хоть вовсе что он мужик не свой. А тут подпись есть. Альтоу, император. А в сущности, несчастники отец. Ему внуков неочерьми парами, А дочь никак не хочет подвинять. Вот так. О, тягосткий закон, Тебя исполнит, Я именем богов клянусь. Есть в мире удивительное чудо. Его не видно, но оно повсюду. На свете нет того, чего в нём нет. Всей мудрости людской там собран свет. Все звуки музыки, Красоты всей земли, Всё то, что люди сотворить смогли, Всё то, что привлекает интерес. Ну, например, портреты нас, принцесс. Там можно выше облаков парить, И все открытия заново открыть, И заглянуть за самый край небес. Так назови мне это чудо из чудес. Я буду счастлив, Если остальные загадки ваши не труднее, принцесса. Тот, кто живёт с большой надеждой в сердце, Легко отыщет правильный ответ. Открыв паролем по тайной дверцу, Волшебный миг, Чьё имя? Интернет! Вы что-то спите, А когда у меня есть? Это там уж вы решите, А в конверте Интернет! О, неужели жертвы помогли? Ахахаха! А что я? Он угадал! Самый, бать! Самый, бать! А я знал, я знал! Это ж любой дурак знал! А что вы в голове? Спасите боги! Не му, турец меня, Не дай вместе быть. Ведь пока... Пока не решил ты загадки второй, Тебе ещё надо гордиться собой. Есть ничь, в чем находят отражения Все человеческие заблуждения В колодце этом черном нету дна Там все эти свои раскидут сатана Там расцветают тайные пороки И тот, кому не милосердны боги Тот в паутине низменных страстей Блуждать там будет до скончания дней Вдали от света, счастья и покоя Тогда и ответ нам, что это такое? Не зря же говорят, что без добра нет худа Без решки и орла монет на свете нет Есть сутка в день и ночь И есть на свете чудо Двулинки свой и добрый интернет нет Это я уж видел, это у меня сомнений нет Два конверта с интернетом Это правильный конверт А я знал, я знал, что еще кажется может быть А боги, боги, принцессы, заберитесь от каплой шалки губы Чем вы самонадеяние, принц, тем ненавистнее Откажитесь от продолжения Есть шанс избегнуть смерти Зачем мне жизнь, раз милости я вашу не достоин Принц, милый, отступись И ты вот не задавай других загадок Ты посмотри, какой он красавец, а не глупый Все должно свершиться по закону По какому? Достоин смерти или дуранот? Ну, супруге смерть получишь Вот увидишь Она последней, может быть, и первой Тяжелой, легкой, злой, высокомерной Оставшись неразгаданной загадкой Она бывает горькой или сладкой Крылатой, словно птица, и без крыль Сеть, что она плетет, не рвется силой Она способна погрузить в страдания А может проявить и сострадание С улыбкой открыв ворота рая И тут же в ад столкнуть огнем сжигая Слабей котенок, но сильней его Что правду знать ей не нужны слова Ей люди не верны, а она верна И даже смерть сама и не страшна Ну, а теперь найди ответ или умри Меня хотел ты видеть? Так смотри Он спутился, принц милый Что с тобой? Мне дурно Теперь ты мой, мальчик Любовь меня научит, как тебя спасти Да что ж ты так оснул, пенелка, милый? Да ничего, никакого ужасного нет, принцесса Загадки имею ввиду Я сам не знаю, что за чусь такое Разогонало Да, 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 дурно Меня так потряхивает, что я с удовольствием Был сейчас грамм сто пятьдесят по хряп Нельзя положение высокое нервис Прощай, несчастный принц Не стоит испытывать судьбу Отчего ж? Я порошок Ведь твой портрет мне передал И сотой доли красоты, тебе дарованный богами Но я не побежден, и я готов к ответу. Мою загадку только тот поймет, Чьё сердце верево взаимно ждет, Кто не страшась ни боли, ни обмана, Ни интернета, сладкого капкана, Ни множества отрубленных голов Бороться за свою мечту готовит. Принцесса, Не хмурь своего гровь, ты знаешь, что я прав. Ответ? Любовь. Мы думали, что стало интернет, А здесь не будем, корреков больше нет. А здесь не будем, корреков больше нет. Не улет этих поединков, А ты, нелегко подменец. Что не скажут люди? О, какой позор! Ну хоть самой вопросу поддаку! Теперь конец, Торинка, призаточка, Мой пилый приз, дай от него. Стопьте! Так нельзя! Мне слишком малый срам, Но дать для подготовки. Я вас на задачи внутри, Новые задачи! На задачи сидим! Нет, поздно! Все! Извод исполнять! И... Министры! Выносите свое решение! Прошу извинить, принцесса, Но пролетели вы, извините, Как фамирую над Пекином! Больше загадывают! Не загадывают! И головка карпусы не взлетает! Мальчик угадал, Так что теперь чистым пирком Надо свадебку! А что, скажем, как здесь? Ах! Закон исполнен не до сейшим образом! Так что, свадьба, 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 свадьба! Слышать не хочу! Заба, министры, в храм! Хра! Ну, хорошо! Идем! Но там приду ударен, И Львову ваша дочь умудрёт! Ах! 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 Ну, засударь! Молю вас! Отмените приказы ваши! Я не буду счастлив, Когда она меня так ненавидит! Я ничего не слышу! Все в окнах! Постойте! Я не пойду! О, добрый царь! Прошу, отказ! Простите, мой! Всегда женились по любви, В моём роду! Мечтаю я о ней, Но не такой ценой! И подвинеть её сейчас не поведу! И силою, и не обманом Принцесса не будет моей, Но всё же я верю, что стану Счастливейшими из людей, И все вы увидите вскоре, Как храм со мной вместе войдёт В своём подвенечном уборе Прекрасная урандот! За мгновенья, как нашёл её подтреть, Не за себя, а за неё Молю богов! Молю богов! Но, видно, к сердцу Турандот Пути мне нет! Я головой своей опять Рискнуть готов! И силою, и не обманом Принцесса не будет моей, Но всё же я верю, что стану Счастливейшими из людей И все вы увидите вскоре, Как храм со мной вместе войдёт В своём подвенечном уборе Прекрасная урандот! И всё! До скорых поздравлений! В своём подвенечном уборе В загружении! Счастливейшее обманывание! В совершении сих пор, Отнёмся с дневной, Счастливейшее обманывание! Асиньи с довольствием! Участливейшее обманывание! Асиньи с гонками! Асиньи с телевизионной ураги! Принцесса Принцесса Выложено волосок от счастья, но тут же понял — счастья в мире нет! И стал ему не милый и белый свет. Да кто же он, Принцесса? Коль дадите вы правильный ответ, но победите! И к вашей радости тогда без страха сам положу я голову на плату. А если нет — готовьтесь к алтарю. Я это вам серьезно говорю. Я разве спорю, папа? Я послушаю. Он нам нужен! Новая надежда! Я не разрешаю! Закон о другом! Закон! А вот вот философская загадка. Законы для царей или цари закон? Вот я предвертый царь. И что мне у нас закон? Я загадал и сам же вам отвечу. Мы не в какой-нибудь Европе, мы в Китае. У нас что царь сказал, то есть закон. Не нравится — пожалуй, на план. Попустим. Диван восстановляет. Вы к тому. Мы завтра снова смеемся здесь и выслушим всех. Принцессу, принца и остальных, кто пожелает. На тонный диван, чтобы было всем удобно поговорить. Проголосуем? Так, поднимаем волосы. Я с контролем, снимаю, как душа и честно. За, 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 за. Что ты наделал, друг? АПЛОДИСМЕНТЫ Я никогда не знала пораженья, Как смог надлец загадки разгадать. Душа моя живет одним стремлением Его за краху смертью наказать. Что ко мне не милосердный боги, Лишь кровь безумца смоет мой пасок. Пусть заслужил он брачные чертоги, Но голову положит на топор. Когда узнаю имя, когда узнаю имя, Когда узнаю имя, наконец! На плахе обретет свой приз, На плахе обретет свой приз, На плахе обретет свой приз наглец. Из моих кровь принцессы гордость стыд, В момент меня никто не победит. Но отчего так сердце замирает, Впервые жаль влюбленного конца? Впервые проиграть душа мечтает, И покориться замыслу отца. Откуда это странное давление, Дурма любви витает и влечет? Но прочь уйти скорее на вожденье, Ведь проиграть не может Дурма. Дурма любви витает и влюбленного конца? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уж скоро ночи, а ты, дочурка, блуждаешь по сиралью и желаешь, чтобы случилось чудо. Я вас благодарю, отец, но мне ни жалости не нужна, ни защита. Совсем сама я справлюсь. Виду, я по твоим глазам, что ты в смятении. Мы здесь одни. Скажи, тебе известно имя? Завтра утром его узнают все. Нет, урандот, его нельзя узнать. Вот захотал загадку. Поросок. Я знаю имя, но тебе я не скажу. Лежит на сердце у меня печаль. О, Туран, но тебя мне очень жаль. Мужчин ты страстно гонишь от себя, но счастья не найдешь ты, не любя. Молю, оковы сердца ты сорви. Нет ничего прекраснее любви. Он дал возможность отыграться мне. Но это унесительней вдвойне. Не нужен мне сейчас ни чей совет. Мой выбор сделан, говорю я о нем. Взять на сердце у меня печаль. О, Туран, но тебя мне жаль. Не unlock так. Нужно сделать унесительней вдвойне. Нет ничего прекраснее любви. Не нужен мне сейчас ни честь опять. Достойно ты смирись. Мой выбор сделан, говорю я, нет. Смирись, смирись, смирись. Решайся, дочка. Я все уже решила, я твое имя. Дура, глупейся. Принцесс, родные служа, начнешься. Я не забуду, как ты отказала, Цуранному в нескольких часах душевного покоя. Я ушел. Безумная! Безумной! 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 Куанхэ, волны демцы, на моей щеке след от слезы. Кто расскажет мне, что же лежит, а на самом дне, на дне моей души. В сердце не стучи льдом покрытое, И в глухой ночи, и при свете дня. В сердце не тревожь, ты мой покой, Мой острый нож, всегда со мной. Куанхэ, волны демцы, на моей щеке след от слезы. Кто поймет меня и расскажет мне, Сонный вижу я и живу во сне. Куанхэ, волны демцы, на моей щеке след от слезы. Куанхэ, волны демцы, на моей щеке след от слезы.